Ну кто не знает Николая Ясиновского? Да все знают Николая Ясиновского. Но Николай не только выдающийся атлет, он еще и настоящий авантюрист. За свою богатую историю жизни он успел поработать и шахтером в Иркуте. Я работал на глубине, на пятом горизонте, так называемый, да, пятый горизонт, это на глубине 950 метров. И в Штатах пожить, где получил прозвище «Русский кошмар». И стал первым из россиян, кто взял прокарту. Когда я получил черту профессионала, знаешь, первая мысль была, ты уже идешь в зал, не просто как бы как фофан, и вот потаскать это железо, как что тебе нравится, а ты идешь уже на работу. А теперь Николай первым из российских атлетов собирается запустить линию тренажеров. И не просто каких-то там, а как считает наш герой, идеальных. И хочется просто создать продукт, которого на рынке вообще в мире, да, во всей линейке тренажеров, если какой-то компанией, да, удачно 3-4 тренажера. Мне хочется создать 19-20 тренажеров в большую линейку, да, и чтобы это были идеальные тренажеры. Поэтому вот с этой точки зрения, да, приходится потрудиться. Ради осуществления поставленной задачи Николай начал стабильно наведываться на завод компании «Форман» в Петербурге. И в одну из таких поездок к нему присоединился железный рейтинг. Практически каждые две недели приезжаю на завод тестировать биомеханику тренажеров. И вот так, да? Да, поэтому хочется, чтобы не просто были тренажеры, а чтобы это была даже не хорошая биомеханика, а идеальная. То, чего сейчас, как я делаю на этом заводе, это будет бомба. Это будет то, чего многие еще не ожидают. Но создать сразу 20 тренажеров – задача непростая. Поэтому Николай начал с малого и решил выпустить линейку из пяти уникальных образцов. Знакомьтесь, тренажер номер один – колодец. Вот мы встали. Ну что интересно, просит, может быть, перспекулярно полу ходить. Если ты уходишь сюда, уже ноги не работают, так что невозможно. Это было подсмотрено еще в Советском Союзе, да, когда не было фитнес-клубов. И я тренировался со штангистами, да, олимпийскими чемпионами, да, на базе в Подольске. И если они травмировали спину, да, то нужно было ноги держать в тонусе. Что они делали? Ставили две скамейки, пояс с цепью, да, на цепь вешали блины и приседали. Да, спина не задействовала, нет осевой нагрузки на позвоночник, но ноги хорошо работают. Но дело в том, что всегда нужен несколько человек-помощник. Здесь у нас продумано настолько уникально, все, одевается пояс, цепляется за крючок, все. И будем так говорить, если я приседаю до сих пор сейчас с весом 220 на 15 повторений, то на этом-то станке я приседаю максимум 120 килограмм. А если я поставлю руки в другое положение, то веса еще в два раза упадут. Все это звучит очень интересно, но возникает ряд вопросов. А почему тренажеры Николая должны покупать? И насколько вообще это выгодный бизнес? Не проще ли было пойти проторенной дорожкой и запустить, например, именную линейку спортивного питания? Как это делают сейчас многие атлеты. Давайте возьмем спортивное питание, да, профессиональные культуристы. Ронни Холман, Джей Катлер, Лила Брадо, Рич Гаспаре, Дорин Йейтс. Да, все, как бы, заканчивая спортивную карьеру, все уходили в спортивное питание. Обо всем этом и не только. Мы поговорим в спецвыпуске «Железных новостей», который станет первым в серии программ о людях, для которых фитнес-индустрия – это не просто увлечение, а бизнес. Мы попытаемся понять, чем сейчас живет компания «Пьюр Протеин». Мы в этом году запустили новую торговую марку. Из чего начинал протеиновый барон Николай Бычков? У нас самые модные звезды. Михаил Кокляев, Оксана Гришина, Дмитрий Ишанкин, Оксана Ишанкина. Но это все ждет вас в следующих выпусках. А сегодня наш герой – Николай Ясиновский. Итак, для начала нам захотелось узнать, так почему Николай решил выпускать тренажеры, а не спортивное питание? Во-первых, спортивное питание в вложения достаточно большие нужно, да, вот. А выхлоп, в принципе, я считаю, да, не такой большой. И тем более в Америке, да, в Америке, на Западе, даже не беру я Европу, в Америке – это хороший бизнес. Там люди все разбираются, что такое спортивное питание. Мы вот в плане фитнеса, да, отстали от Америки, наверное, лет на 50-то точно, да. Поэтому, как бы, здесь спортивное питание до сих пор, еще когда люди приходят в магазин, говорят, что вы химию продаете. Вот. И все считают, что это там фармакология, это все такое. Но главная проблема российских брендов – это недоверие целевой аудитории. В отличие, например, от той же Финляндии, где свои бренды любят и покупают. Любой финн, он патриот. И основные большие стенды тут именно финские. Да что уж там скрывать. Даже наш герой Николай Ясиновский признается, что скорее купит иностранный продукт, чем отечественный. Даже я как профессионал, я лучше возьму препарат, который я давно уже потребляю в Америке, да, и в Америке отбиваю продукт, я желаю, это мой лучший. Но почему тогда должны покупать тренажеры Николая? Ведь и они тоже российского производства. Я езжу на выставки, да, там, допустим, если приехать на ФИБА, ты посмотришь, да, увидишь, сколько, да, ты прекрасно знаешь, сколько компаний там и корейских, и китайских, да, присутствуют, да, со своими тренажерами. Но не все, во-первых, попадают на российский рынок. А сколько у нас компаний, которые производят, русские, русские компании производят тренажеры? По-моему, вот я, компания «Форман», все, больше других компаний нет. Есть на стороне Николая и еще один важный фактор – громкое имя. И в России, по мнению наших экспертов, этот фактор важен как никогда. Это и свойственное менталитету российскому, когда за каждым брендом кто-то стоит, им нужно видеть лицо. Не просто компания, да, там, Apple, Steve Jobs, Россия, Путин, да, нам нужен монарх всегда. Получается, что громкое имя – это очень сильное оружие в продвижении бизнеса в России. Очень сильное. Но вот правильно воспользоваться им может далеко не каждый. Андрей Скорович, все ему завидуют. Все говорят, ну вот, ты никогда не выступал, ты что-то, я говорю, ребят, вам еще надо, во-первых, вам нужно платить за семинары, чтобы он приезжал и говорил, ребята, как нужно уметь зарабатывать деньги. Теперь я понял, есть еще один человек, да, Витя Шамин. А вот, ребята, перед вами есть два человека, вот это просто уникальный случай, что, ребята, берите от них все самое лучшее и начинайте зарабатывать деньги. Возьмем другой вариант. Лисуков, Саша Федоров, Сережа Шелестов. Серега вообще идеально, потому что Сережа не бизнесмен, а он на своем имени, он и то ли может достаточно зарабатывать. Но получится ли реализовать свой потенциал в бизнесе у Николая? Нам кажется, что все предпосылки для этого есть. Во-первых, потому что каждый его тренажер можно смело назвать эксклюзивным. Сзади отчасти дра просто разрывается. Во-вторых, Николай начал заниматься этим вопросом еще задолго до того, как задумался о создании бизнеса. Мы в наших подвальных клубах, еще в Советском Союзе, да, еще в Рокуте, вот, приваривали специальные такие лапы, чтобы был упор ног, да, и уже, как бы, туда под наклоном не просто, как бы, сидели, тянули, а вот чуть-чуть отклоняясь, как бы, упираясь вверх ногами, и тянули тоже, как бы, делали тягу сверху. И тоже так же спина работала вообще совсем по-другому, да. И в-третьих, он действительно хорошо разбирается во всем, что связано с тренажерами. Настолько хорошо, что называет себя не иначе, как тренажерный Сомелье. Просто бомба-биомеханика, вот на горизонтали и под углом, вообще разные вещи работают. Бомба! Вот я в тренажерах такой же Сомелье, такой же нюхач. Когда подхожу к тренажерам и начинаю на нем его пробовать, то каждый миллиметр движения моего тела, моя мышца чувствует, насколько удачно сделан тренажер, удачный или нет. Кстати, презентация тренажеров Николая прошла на чемпионате России в Екатеринбурге. К сожалению, всю линейку привезти он не смог. И вместо пяти образцов продемонстрировал четыре. Но с другой стороны, все, что Николай привез, почти сразу раскупили. Надеемся, что и дальше дела у этого легендарного атлета пойдут так же успешно. Ну а нам пришло время прощаться. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!